Приветствую вас, друзья! Рад видеть основанный мой канал. И мы сегодня находимся в Варкуте и посещаем еще одно из заброшенных учебных заведений. Это был медицинский колледж. И что интересно, ползает тут все год назад. Год назад прошел один год. И я сначала зашел, но уже 10 никого нет. Но нет, прошло всего ничего. И еще буквально, получается, в прошлом году здесь выпускались ученики, выпускались специалисты, а теперь так вот как-то получилось. В общем, предлагаю сегодня пролететь по этому красивому зданию. Пока что тут внутри есть еще воспоминания о пылых днях. И предлагаю оценить и увидеть то, что тут осталось. Ну, а перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться на канал, если еще вдруг этого не сделали. Оказывайте не кинекологическую, а пассивную помощь своими лайками и комментариями. Погнали! Нашел какие-то баночки для анализов. Ой, не буду их доставать тут, ладно. Если вы меня не приклинете. И какие-то ампулы. Тут, видимо, проводились эксперименты. Учебный класс. Даже доска сохранилась. И во всех кабинетах такие шкафы сделаны. Стеклянды. У них, видимо, хранилось то, что использовалось на уроках. Конечно, тут много связано с медициной. Профилактика сердечно-сосудистой. Да. Короче, профилактика сердца. Идея фильма, посвященная слайде. Это как презентация PowerPoint. Советский вариант. Вот. У нас что? Топография и обнажение магистральных артерий. Ой, сорян. Ох. Не уверен, что это можно показывать на YouTube. Здание трехэтажное. Построено в стиле таком сталинского ампира позднего. То есть с небольшими украшениями, но без излишнего пафоса. И вот такая вот центральная лестница. Это был главный вход. И мы с вами начинаем сначала смотреть третий этаж. Потом пойдем вниз. Есть еще, кстати, подвал. Вот что интересно. Я посмотрел. Здесь хороший спуск в подвал. Вот. Сейчас я гряну сначала вниз. Хочу головного входного круга посмотреть. Люди ходят. Страшно. Я все воспугаюсь. Слышу просто звуки и пугаюсь. Сейчас самое лучшее в этом месте то, что те, кто его разорял, в основном охотились за металлом, за батареями, за проводкой, за прочим. А вот такие вот элементы, которые интересны нам, обычным городским исследователям, они были неважны. О, слушайте, эта штука еще может работать. Я только не объяснил. Что-то пошло не так. Посмотрите, сколько осталось учебного пособия. Просто везде лежат книги, какие-то плакаты и прочее, прочее, прочее. Блин, как же жаль, что все здесь просто пропадает. А еще тут стойкий запах больницы. Прям ремонт свежий. Ё-моё. Все забросили. В общем, вроде бы учебное заведение. Пахнут поликлиникой. Как будто бы тут проводили какие-то научные испытания. О, не испытания, то есть не просто учили, но еще и показывали, как что делать. Идем на запах больницы. А, ну, тут какие-то лекарства держат. Такое чувство, что мы заходим куда-то, типа, операционной. Вот тут самый сильный запах. Уход за больными. И тут все это разные плакаты. Вот про мегабельные организмы, про лечебные инструменты. Еще и тут очень такой громкий заголовок. Ну, сами прочитали. Блин, классно. Осталось очень-очень много разных плакатов. Конечно, не все это связано с медициной, но они сохранились до сегодняшних дней. И, как бы, можно пока посмотреть. Это что такое? А, тут была голова раньше. Каким-то образом макет. Да, распускового механизма затесался. Николый, какой-то старый-старый альбом. Так много всего интересного. Нашел интересный кабинет. Видимо, была какая-то акушерская. А, тут, блин, я вот в этих штуках в школе стоял. Это был медпункт с того подоба. И тут сохранилась кушетка. Такая вот комната. Какая подушка, смотри, какая милая подушка в виде коврика. Еще какие-то штуки. Баночки остались. А вот это вот не очень прикольно. Понятное дело, что это, скорее всего, не использовано. Просто здесь было. Но как-то так. Еще тут, смотри, есть какие-то рентгены. Значит, здесь был рентгеновский кабинет. Походу, лопатка в чье-то. Где какая-то другая часть. Сейчас посмотрим. О, кисть. Чья-то кисть. Я когда сейчас зашел, слышал какие-то голоса. И, вроде бы, я понимаю, что это что-то плохое не дело. Но мы даем крик. Мне казалось, что здесь ходят девушки. Мы с ними встретились в библиотеке. И они собирают, спасают отсюда книги. Вот, я сейчас на втором этаже. Библиотек на втором этаже. Пробуем. После чердыха. Не расходить. Офигенский элемент архитектуры. Для меня он офигенский. Очень я такие люблю. В Дежевске я собирал. Старался все, что есть. Тут, на самом верху, расположена башенка. Вот такая вот. Закрытая, правда, уже. Но все же башенка. Но можно пойти наружу. Сейчас я поднимусь. Такой вот. Люк в нее идет. И по ее поводу, по этих башенкам, у меня есть целая статья большая. Я, собственно говоря, про них рассказываю. На примере Ижевских. О, снаружи вот это вот так выглядит. Очень беспалено. Ну, тут вокруг одни забросы. Нашел место, где вам показать эту башенку снаружи. Телефон вернул. Телефон вернул. Вот так вот. Здрасте. Архив. Архив. Практично. И используется в нынешнем обучении. Сейчас мы уйдем на склад. Это был читальный зал. А здесь уже был именно архив. Книжный. Повки, к сожалению, кто-то уронил. Ой, посмотрите. Сколько, сколько книг. Ё-моё. Да, жаль, конечно. Что-то все теперь так осталось. По всей видимости, карточки читателей были. Остатки. И зацените, какие духи нашел. Мне кажется, даже вспомнить такие. Интересные какие находки. Ну, тут карта. Карта окей. Карта не прям супер. А здесь плакаты. Тут была у него какая-то мастерская. Ну, все равно это же все нужно обслуживать. Не входить опасно. Монтерятник, в общем. Опасно, потому что тут были мужики любящие картины. А мы с вами перешли на первый этаж. Он будет такой вот темный. Со светом будем ходить. Сейчас, секунду. Потому что первый этаж. Полностью заколочены окна. Чтобы сюда особо не лазали. О. Республика. Какое муниципальное образовательное учреждение. Валькутинское медицинское училище. Тут даже нашелся. ГО. Снаряжение. Противогады. Причем, это не каких-то. Какие-то подсумки. Целый набор подсумок. О, смотрите. Школьный. Старый. Выпускный сестер общего профиля. Валькутинского училища. Какой год? 71. И тут их, посмотрите, сколько. Еще нашел какие-то научные штуки. Такие обычно в кабинетах физики стояли. А тут какая-то комнатка небольшая. Темная. С какими-то бирками. Посмотрим. О, киноленты. Смотри. Тут видимо был кружок кинооператоров. Такие коробочки. Набор препаратов по цептологии. И они, там стеклочки, да. Сейчас цепочку. Которые под микроскоп, чтобы можно было изучить. Сейчас что-нибудь достанем. Вон. По всей видимости это был актовый зал. Ну или. Вознял учителя кого-то поздравляя. Не знаю как правильно назвать. В общем тут проходили всякие мероприятия. Была сцена. И последнее видимо что было. Это какой-то цветочный карнавал. Сегодня дичка осталась. Мы шли, шли и пришли. Буфет. Как-то так получилось. Я как раз лезть хочу. И пришли в буфет. Тут была зона раздачи. Кухня. И там дальше соответственно. О, добро пожаловать в буфет. Спасибо. Самая страшная мистическая часть. Это подвал. С каждой стороны есть узкий подвал. Здесь внутри соединяется. Я смогу пройти насквозь. Ох. Да, сейчас бы мне компания очень не помешала. Почему-то табличка эвакуационный выход ведет сюда. Понятно, когда тут все работало, выглядело немного по-другому. Сейчас немного стрёмно. Вот так. Самой малости. Блин, что-то еще висит. Федерически пугает меня. Сейчас будет самое стрёмное кого-нибудь здесь встретить. Зачем? Какой, зацените какой нежданчик нашел. Я даже сначала не понял, вот эта герма дверь. Она такая маленькая. И вот этот проход, ну, метр шестьдесят может быть высотой. Я в него прохожу, как бы, не совсем прохожу. То есть, когда было убежище. И вот на этом, друзья, собственно говоря, все. Мы обошли все три этажа здания. Поднялись даже на баршатку и спустились в подвал. В котором, типа, убежище. Сейчас еще снаружи вам покажу его. Как оно выглядит. Потому что оно такое тоже в стиле сталинского ампира. Ну, интересно выглядит снаружи. И будем заканчивать это видео. Надеюсь, вам было интересно. Возможно, вы кататься здесь учились, либо видели что-то подобное. Обязательно пишите в комментарии. Также не забывайте поддерживать канал лайками. Комментариями своими по теме и не по теме. Ну и смотрите другие видео. Пока-пока. Пошел с внешней стороны осматривать здание. Это башня, на которой я выходил на балкончик. Это внутренний двор, поэтому он такой непритязательный. Ну, в принципе, снаружи получше немного. Вот его главный фасад. Расположен, так интересно, в каких-то дворах. Тут рядом детский сад, который тоже заброшенный. Там дальше школа еще. И он как будто бы спиной стоит к основной улице. Вот. Непонятно это. И вот главный вход, который выходит на парадную лестницу. Над этим всем торчит башня. Сейчас бы это, конечно, как-то сфотографировать. Но я даже никого не приберусь, чтобы это сделать. Нашел рекурс. Здание просто огромное, в очень хорошем состоянии. И с хорошим оснащением. Там можно было бы еще учиться и учиться. Но, к сожалению, оно уже заброшено. Ух. 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 Ух.